Всем привет, вы на канале Мурмял, и сегодня мы играем в 11 серию Enchanted Putvara. Кому интересно, усаживайся поудобней и поехали смотреть. В прошлой серии нас выкинуло на этот остров после кораблекрушения. Там нападали на нас пираты, вот эти бандиты, если можно так сказать. А сейчас мы потеряли нашего брата, и мы сейчас будем в этой буре урагане искать его. Смотрите, какая молния происходит, сзади горит какая-то лодка, ветер, дождь. Так что побежали скорее, не будем тратить времени. Уже пальмы тут завалены, ужас какой. Настоящий апокалипсис. А до этого серия была такая лейтовая, светло, солнце, море, пляж, голубая вагуна. А тут всё. Начался ураган и буря. Так, сюда дороги нету. Значит, по стеночке будем идти. Аккуратненько, потому что тут стопроцентно скользкие вот эти все скалы и опасно. Слава богу, ящик с припасами. Ну да, конечно. Вкусно. Всё смыло. Да ещё бы, смотрите, во что превратилась в водку. Водка, сам забрал. Стлошная вмятина, и всё, больше ничего от неё нет. Куда ж нам дальше жить? Зато теперь мне нечего терять. Ну, кроме жизни. Разговариваю сам с собой. Первый признак самошедствия. Да, но явно, что если кто-то забрал с того сундука какие-то вещи, если его эти вещи реально не смыло водой, значит, на этом острове должен кто-то быть живой. Я надеюсь, это остров не амур. Да, только вперёд, ни шагу назад. Ого! Ага, тут получается скользкие скалы, водорослями поросло, вот эта трава, которая от воды образуется, и мы залезть особо не можем. Давай потихонечку потянуться надо. Ого, получается. Так, в прыжке он, получается, резко не может, а надо потихоньку потихоньку тянуться. Просто, надо двигаться. Просто двигаемся. Двигаемся. Скорько. Давай, переставляй же руку. А как мне вниз руку переставить? Ага, вот. Давай, давай, давай. Молодец. Да, я вам скажу, мало того, что ветер дует, дождь, ещё такой косой ровно в спину, смотрите, по голове там стекает, так ещё вот эти очень скользкие скалы. Как можно тут выжить? И как мог тот, кто обокрал этот сундук, убежать так далеко? Я бы его точно бы увидела, но нет, видите? Абсолютно пусто. 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 С. Ай. С. Ай. С. Ай. Где ты? Чёрт. Да, упали мы, конечно, неудачно, потеряв немного сознание. Ну, смотрите, как удачно мы там пролежали. Прошёл, это буря, этот ураган, дождь. И теперь можно спокойно дальше путешествовать по этому острову, искать, может, какой-то зацепки, выходы, а может, даже и сцена. Я всё-таки думаю, он где-то тут остался живой. Не просто это всё так. Красиво так водопадики маленькие стекают с этой горы. Ого, тут, смотрите, огромный водопад. Так, туда нам точно не надо. Там уже больно, огромная дырень получается, обрыв. Ох, и тут ещё дырка, ты шо? Так резко нельзя прыгать. Пошли обойдём. И что тут у нас? Ага, вот дальше есть корешок, за которым можно было бы зацепиться. Куда мы полетим? Думаю, надо раскачиваться и попробовать наверх залезть. Вот и всё, вот мы уже и сверху. Кстати, чем выше точку мы берём, тем больше у нас будет обзор, и это хорошо. Это очень хорошо, мы в буче будем видеть, куда нам дальше передвигаться. А когда снизу, ты особо ничего не видишь и не знаешь, где что происходит и куда можно податься. Ух ты, опять мы чуть не провалились. Хорошо, хоть он задержался. Это было очень опасно, очень. Рейв. Чёрт. Осторожно, сэм. Всё, пошли дальше. Тоже корешок есть. Значит, мы куда-то дальше будем спрыгивать, лететь. Ага. Хоть бы не оборвалась. Смотрите, то, о чём я и говорила. Всё обваливается. Она прям реально выглядела очень липким таким, неплотно лежащим камнем. Отличался он от других. Ну что-то тут на этом острове вообще не живой души. А куда же делись те бандиты, которые в той серии за нами полетели. И из-за них это всё произошло. Это из-за них. Это депрессивно. Ну да, это очень депрессивно, потому что мы находимся одни на острове. И тут такой скелет тоже явно был когда-то не одинок. Но потом осталось убежать одиноким. Дальше нам в эту пещеру. Да, она ледяная. Какие-то сокровища мы нашли. Привет. А ну, подзорная труба. В неё можно посмотреть? Эээ, не, ничего в ней не видно. Ну и ладно. В нашу коллекцию плюс одно сокровище. О, тут развиваться может клаустрофобия конкретная. Уж больно тесно тут. Куда мы? О, мы уже в какой-то лес вышли. Ещё сокровища? А, нет. Скелет. Скелет с записочкой. 1808 год был. Ого, март месяц. Бедняки. Да, это старое-старое. Эээ, я не знаю. Ошибка была у него. О, привет. Тут человек не проходил? Высокий такой. В голове глупые мысли на пиратских сокровищах. Ага. Именно он тебе расскажет, проходил ли этот человек. Он всё тут видел, да? Ты туда лез, что ли? В таких сапогах? Ну, а куда нам дальше? Он не хочет дальше лезть. Так, можем добраться с помощью пористой поверхности. Ух ты! У нас появился вот этот вот крюк. А? Работает. Ну, получится у нас или нет, давайте попробуем. Да, смотри, он этим крюком подпрыгивает, цепляется за пористую поверхность, вставляя туда свой крюк. А потом мы дальше перебираемся по другим выступам. И с помощью этого мы сможем залазить дальше по скалу. Я скажу, это прикольная штучка, но есть такие моменты, где ты не успеешь нажать этот крюк, чтобы зацепиться. И можно провалиться вниз. Не очень удобно он нажимается, но будем стараться. Куда нам деваться? Ага, вот тут тоже место для крюка. Люди! У нас пистолета нету. Ого! Мне надо пистолет, я так не смогу сражаться. Надо тихонечко у него забрать. Потому что по-другому мы никак не получим это оружие. Никто нам его не скинет. Ай, заметил. Заметил один из его товарищей. Ну, у нас есть автомат. Мое самое, наверное, любимое оружие. На нем мало патронов. Все, все закончилось. Надо забирать. Хорошо, хоть пистолет тут есть. Тоже 18 патронов, не особо-то и много. Я что, должна под этим скалом перепрыгивать, чтобы по одному патрону собирать? Вы издеваетесь? Дайте мне сразу хороший такой запасик, арсенал и я буду тут всех отстреливать. Так. Что тут у нас? Ооо! 58. Вот это вот мне уже нравится. Все. Сейчас мы устроим тут бойню. Бойню, правда, в кустах. Кто-то садится, кто встает. Не очень она такая эпическая. Но интересная, я думаю, будет. Так, сзади вроде... Нет, там кто-то есть. Смотрите, прицел туда направляется. Ну ладно, подойдет он поближе, будем его дальше выстреливать. Что он там особо вылазить не хочет. Наверное, за каким-то камнем сидит. А вот тут внизу появились. Так. Что-то еще где-то есть? Ага, вот он вылез. Он, наверное, за этим скалой-то и сидел. Ох, подошел так близко, ты шо? Так близко нельзя подходить. Когда я на тебя не смотрю. Тут бомба лежит. Бомбы нам не нужны, у нас уже не есть. Что, это все? Ага, вот он. Я думала уже все. Смотрите, как он умело бежал дальше. Типа, сейчас я его убью. Все, все, сейчас. И все. У меня в кустах тупо не увидел. Все, полетели дальше. Может там по дороге где-то еще патроны будут валяться. Может уже и не будет. У нас, в принципе, запас хороший. Я думаю, эта битва будет не последняя. Тут они по острову. Вон, смотрите, раскиданы все. Ах, а ты как-то вылез. Интересно, на коленках. Ох, я ему там камень отбила немного. Угу. Так, у него там какое-то оружие сверкало. Но на том оружии, которое такое голубовато-серым цветом отблескивает, очень мало сюда запас патронов. Вот, допустим, на таком похожем только пистолете было всего 6 патронов, когда на обычном 17. Это мало. Нам эта пушка нас устраивает. Вот тут пистолет 80. Видите, 90, 60. Наш на 94 берем и все. Он хороший. Нечего париться. Тут тоже та же пушка лежит. Тут у них какой-то хороший запас, смотрите. И бомбы, и все на свете. То есть он мог тут хорошо так сидеть и отстреливаться, но мы его быстро тут уложили поспать. Ага, очередная стена с этими сотами пористыми, в котором мы будем дальше забираться, смотрите. Оп. Видите, не с первого раза получилось ровно по центру затянуть этот крюк. Ну, благо, тут есть дальше проход. И мы перешли по нему, получается, без этого крюка. Направо, налево. Да я думаю, это круговое. В принципе, дорога особо никуда не отличалась. О, очередной скелет, смотрите. И записочка опять. Ого. Жуткая история. В команде Бернса повезло с этим сокровищем не больше, чем нам. Все, дорога только осталась наверх. Сюда камни падают. Угу. 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 Охренеть. Угу. Чуть тебя не пристрелил. Сэм, ты жив? Да. Как всегда, вышел сухим из воды. Рад тебя видеть, братишка. Пошли. Нас ждет сокровище. Погоди, погоди, Сэм. Куда нас несет? В каком смысле? Вся наша снаряга на дне Индийского океана. Ничего, стащим что-нибудь у солдат Надин? Да, у солдат. Против нас целая армия. Ну, все это время мы справлялись. Мы с голыми руками посреди джунглей. Так в эти джунгли мы и стремились попасть. У нас даже пути отхода нет. Так. Ну, послушай, в порядке бреда. Давай спустимся и хотя бы угоним себе лодку. Лодка подождет. Ты знаешь, что у нас на кону? На кону моя жизнь. И мы ее выкупим, если пойдем в эти джунгли и найдем Либерталию. Ты тут видел хоть какие-то следы пиратской колонны? Я вот точно нет. Не познавато ли теперь сомневаться на это? Ну, ты признай хотя бы, что замысел Эвери организовать ту пиратскую утопию вполне мог провалиться. И вполне возможно, что мы зря тратим время на иллюзии вместо того, чтобы искать реальный способ тебя спасти. Я намерен перерыть весь остров по камушку, пока не найду сокровища. Ясно? А ты, если совсем уж не уверен в своих силах, можешь возвращаться домой. Стоп, стоп, стоп. Домой? Ты издеваешься? Знаешь, чего мне стоило доставить тебя сюда? А чего мне это стоило? А? Пятнадцать лет жизни, псу под хвост. Ну, хватит. Это тут вообще ни при чем. Правда? А я вот так не считаю. Что? Обалдеть. Все еще хочешь домой? Посмотрим, что там есть. Смотрите, а вот мы встретили нашего Сэма. То, о чем я и говорила. Но не может он быть бесследно пропасть. В принципе, возможно было такое, что его бы море там забрало, утонул бы один там, пошел ко дну и все. Но нет, он тут. Бесследно у нас ничего не пропадает. Хорошо, идем сюда. Какие-то такие дома разваленные, проще вот это корнями, травой. Смотрите, насколько они под землю ушли. Сэм, сюда. Окна на полу земли, под землей находятся. Никого нет. Не представляю, что если тут есть какие-то подвалы, и насколько они там глубоко тоже ушли. Ну и куда-то мы дальше пролезли. Я же надеюсь, что ценная есть. Да, конечно, поднимать пол дома, который держится на одной этой палке, это, я думаю, совсем неразумно. Вот тут есть проходик. Пошли заглянем, что тут дальше. Ага, это мы какой-то чердак был. А теперь смотрите, обычный этаж дома находится на уровне земли, получается. Под землей похлеб, наверное. Боже, да тут реально пол дома под землей, пол дома над землей. Непонятно ничего. Ведьмина бутылка из Фрехина. Ого! Смотрите, какая бутылочка. Получается, какие-то ведьмы им пользовались? Ну, не каменчики. Почему она называется ведьмина? Непонятно. Я бы сейчас все отдал за камеру. Ну, она есть? Да ладно, ты серьезно? Да, да. На катере, с остальным барахлом. Ааа, смешно. Так. Ага, вот нас ждет Сэм там. Сейчас посмотрим, что в этой комнате. Все, ничего там особо такого нету. Побежали дальше. Что тут, выход идет? Значит, выходим. Ага, когда-то особенно искал дорогу к Сэм. Ну, вот я ящик вижу. Ящик тут как тут. Ну, как всегда, Нейтан будет идти и забирать ящик. Из серии в серию. Этим занимается только Нейтан. А Сэм, как всегда, первый бежит дальше. Молодец. Что ты видишь? Нет домов, широкая улица. Наверняка тут было что-то типа рынка. Да, спасибо за ценную информацию. Что ты видишь? Ты хочешь, чтобы я это сказал? Очень надо, чтобы ты сказал. Ладно. Либерталия. Либерталия! Легендарная, затерянная пиратская утопия, которая спустя 300 лет найдена неким Сэмюэлем Дрейком. И... Ну да, конечно. И его менее эффектным братцем, который случайно увязался за ним по пути. Я всегда знал, что однажды ты станешь человеком. Это не первый затерянный город на моем. Тихо-тихо, просто... Насладись моментом. Ну, с чего начнем? Вон с того сооружения. А, со сторожевыми башнями? Да, посмотрим, что они там сторожили. Согласен. Давайте будем на такой ноте заканчивать нашу серию. Кому понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, про колокольчики не забываем. В следующей серии мы обязательно пойдем искать того, кто там что-то охранял. Может быть, что-то драгоценное мы тоже найдем. Всем до встречи, всем пока. С вами была ваша... Мурмяу. Субтитры сделал DimaTorzok